Девушки отдыхают Это игра Лузер Брекета, где одна из команд покинет турнир Это Бо-1, кроме всего прочего, все остальное сегодня будет Бест-Оф-3 И игра между командами Джейки и Цнор-Нор, Лика, Мента, Лыся Было бы прикольно, если бы меняли расположение Грейва, значка которой после Ника И было бы Нор-Нор, Нор-Нор и Нор Играют против Доминейшн, Эвердрим, Шейди, Блэсс, Файр и Влади Ну и кстати, вроде как пошло на пользу то, что начал пикать Дима То, что ребята стали играть в Шейди И вроде бы чуть-чуть полегче и сам началось даваться Получаться Да, чуть легче стало Потому что группу начали они, конечно, совсем плачевно Посмотрим, что же будет сейчас Смогут ли они удержать, скажем так, свою Вот это вот неплохо получаться До того, чтобы выиграть у своих текущих оппонентов Ну, мне кажется, что в группе они там напроигрывали очень много Потому что там, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что там были очень сильные там Внутренние распри какие-то Да, возможно Мы увидели уход Зилыча посреди турнира прям Даже, можно сказать, не посреди, а это, можно сказать, в начальной стадии Ну да, это вообще новый мидер был изначально Причем он недолго удержался А сейчас вроде бы там Эвердрима поменяли То на мидера, то еще куда И Шейди стал керить Вроде получше стало ему получаться Ну и как-то вот последние несколько игр По крайней мере были более-менее Хотя бы собраны, скорнированы и все такое Эта же игра пройдет без Темпуста, без Пестелинса Без Пебуса Почти лес забанили пол И ребята пошли стандартным, скажем так, путем По крайней мере, Легион, Инженер, Баблс, Эмерсторм, Пирамансер Все, в принципе, обычно И тут разве что, я не знаю Любой стан и в триплу ставить легко очень Хотя трипла уже есть, любой изи-лайн, по сути Или мидер Да, трипла уже есть, причем очень сильно И Суня опять будет на Баблсе Он вообще завсегда ты Баблс Уже последнее время Ну он хороший, сильный Баблс Да, да, ну, часто его дают Но можно, в принципе, давать Потому что Игровы классные Но что-то они отказались от своего Вайлдсола Наверное Менее эффективен Ну, на самом деле, на РНЖ На дистанции игровой Вайлдсол действительно менее эффективен Ну, собственно, по лайнам так и видим Что у Джейки будет трипла Это уже однозначно Да, Репа, Соло Баблс, Соло и трипла На какой-то из линий Скорее всего, Фарки Так как Ваханчик отыграет на Репульсере Ваган Вагаш Ваганий Это на нашем, украинском Ваган Нет, так его и зовут Ваган его зовут Если совсем правильно называть Ничего страшного Не видел я В любом случае Не видел, как он играет На Репульсере Я тоже его на Репульсере не видел А вот за Мангалом Делай чудеса этот Серьезный армянин из Харькова У Хеллборна же Наверное, мидирующий будет Мараксус, что ли Изилайн Равинора Никто не любит И Хага Хардлайн, что ли Как-то так Равинор и Саня будут играть Да он ремейк уже Ну, не знаю Ну, понимаешь Если Шейди То это Изилайн Равинор Ну, тут даже по пику Видно, что это Равинор Будет не имитирующий Ну да, я бы не Мараксус Не Мараксус Мараксус вообще такой Вейст полнейший Ну, Равинор Я тебе хочу сказать Тоже не то, чтобы Самый лучший Изилайнер Равинор тоже Это не нужен ему Этот лайн Я не знаю, почему Врезаются у него Иксы Может они что-то Сейчас там Не видел Они осознанно Мараксус А может там Мисклик какой-то Нет, точно Ремейк-то даже не от них То есть Мараксус 100% Осознанный Не знаю Я насчет Мараксуса Как-то спорно Есть же Магнус Там какой-нибудь Ну А кто будет на Мараксе В Ладе играть? Ну На Хаге И Эвердрим Вроде как Да То есть потенциально На Хага будет Харду Да Они Дрима вообще Уже на Харду Заслали Не, ну он пару раз Хорошо Харду очень сыграл И мид Харду Он тоже хорошо сыграл Я так понял Может непроверенная инфа Что они его с Харды И взяли Как бы А, в смысле Что он раньше И был Хардлайнером Да Он и был Хардлайнером Они его взяли Именно фармить Ну потому что там У них фармера Не было никакого вообще Вот Создано Мы зашли Сейчас быстро Интересно Почему Был ремейк Мы сейчас Я думаю Узнаем Ну Не досвапались Может чего Наверное Не досвапались Хотя В принципе Мне кажется Все на своих Все вроде бы На своих местах Были Да Но может быть Ментал Сказал Я не знаю Что это за герой Заберите мне Пожалуйста Может быть Не исключено И такое Но на самом деле Вряд ли Ментал Фармит Для JK Это однозначно Иса Непонятно Что делает Но всегда На баблсе Для JK Ну и остальные Да Это по-любому Но DR Легче на изи Простоять На длинных Лайк На минимум Тоже удобно Кстати DR Один на один Очень сильный герой Да Уже Казандар Много раз Показал Это Ну Каз вообще На нем Очень силен Да Мне тоже Шура Стулес Рассказывал О том Что есть Несколько героев На которых Казандар Просто Звезды наловил И Один из них Это как раз Репульсер Последние 3000 игр Сыграл На минай Он Майнте Любит погонять Я так понял И там Не знаю На чем он играет Вроде Соус Тиллер Репульсер Вроде Вот эти пацаны Это Два Два Ну Кстати Обрати внимание Обрати внимание Иса На репе А Иса Будет На репульсере Да А Ментал На Хаммере А Нор на Баббл Я говорил Что с этим Как-то это связано Все-таки Видишь Что-то Может перемудрили Может Ментал Не может На репульсере Недостаточно Какой-то практики Может быть У него Но Мне просто Очень нравится Именно От Иса И Баббл Да Но Иса Баббл Действительно Чуть ли не легендарный Очень хорошо Ну да Я в нем Как бы уверен Ну именно Для себя А так Просто от Бабблса Здесь будет Очень много зависит Потому что Они идут Триплу И неизвестно Как там Получится На этой Трипле Выиграет Она Либо проиграет Либо 50 на 50 А вот именно Соло Будут решать Чары Именно Кто соло В основном Моа в триплу Посмотри Изилайн Мараксус Поэтому Мараксус Понятно Но Мараксуса Фарма Там Не Ну он Наверное Как более Живучие Пацаны И поставлены Изилайн Против Триплы А вот Что вполне Имеет Место То есть Они могут Оказывать Сопротивление Просто Благодаря Жирности Мараксуса И супер Неприятным Топорам Особенно на шестом Левеле Это будет Так Мне кажется Уже Да Ну Триплата Шестого Там Уже Должно Много Чуть Поменять 20 минут Обычно Репульсер Понял Что Так А не Очень Ну Нет Пиро Не должен Втягивать Это Будет Очень Странное Решение Они Ничего Не Делают Пиро Просто Что Делать Не Знаю Дошел Подзашел Отошел Интересные Действия Пиромайсера Да не Все-таки Иса На бабл А не Нор Не Нор На бабл Это Фукс Это Рыджа Надо Им уже Хил Делать Уже Мараксуса Убивать Прямо Сейчас Мараксус Обрати Внимание Никаких Скиллов Не Скачал Ну Он Может Быть Там На Скелле Прокачать Клазл Второй Он Получил Второй Левел И сразу Покачал Первый Третий Тут Получил Стан в лицо Тут Мастер Инженер Зря Подошел Ну Убьют Маракс Бодиблок Посмотри Как он Красавчик Он Сосорентировался Но инженер Очень Плохо Ну Позиционировался Он Подошел Вплотную Понятно Что Мараксус Не умирал Ну Понятно Что Он Против Трех Стунов Как бы Тяжеловато Тяжеловато Тем более Щиток Топорик Жирноты Особо Не Добавляет А Ну А Вот Теперь Переломка Стянула Здесь И Что мы Видим Что мы Видим Теперь У легиона Трипла Поэффективнее Поскольку Здесь Равенора Нету По сути Въехать Нечем Да Хеллборну И Репульсер Должен Выигрывать У Не И Особенно После ФБ Без Равенора В Трипле Ну Уже Теперь Наверное Хеллборн Просел Ну ФБ Не решает Тем более На Перамансере У которого Ничего Не На Перамансер Забрал Ну Да Так Что там Хаган Бабул Бабулса Мне не нравится Закуп Один на Один Без Базилки Он Будет Здесь Проигрывать Ну Эвердрем Уже На Базилки Уже Регенится Очень Сильно Решает Базилка Один на Один А он Еще Закупился Не на 600 Голды Бабулс Он Наверное Банку Хочет Уже Она Улетит Я так Понял Да Да Деньги Уже Есть Даже На Ботинки Да Ну Уходи Тоже Сейчас Будет Нет Это Банка Бабулс Ну Да Бабулс И А Да Точно Точно Нету День Римш Тоже Сейчас Купит Балку Банку У него Будет Банка Или Это Будет Не Зря Ботинки Мне кажется Она Выигрывает Здесь Славь Ему Тоже Ботов Банк Ботов Ботов Здесь Не Ну По крайней мере Переконтроливать Бабулс Ему удается У него 15 Крипов И В своей команде Кстати Он Топ Крип Фармер Вверху Снова Драка Попытка Ехать По Луне И Кстати Я думаю Успешно Луна Точно Умирает Ответят Липа Пиромансеру Нет Нет Ботинки Это ФБ Проблема У Моа Это ФБ На Пиромансере Ботинки У него Есть Тут Трипл Килл Ну У Хаммера Не будет Еще одного Стана А у Инженера Будет Оба Скилла Ой Неудачная Кега Отличное Проедание От Хаги Ой От Хаммера В смысле От Влади Фу ты боже Что я наговорился От Влади Короче Намараксу Сюда И Два Неудачных Скилла От Инженера Что пушка Была Никуда Что Кега Была Мимо Влади Выжил Трипл Килл Не получился Но Хотя бы Дабл Для этой Триплы Выграно В капусту Очень сильно В Хламидзе Да В Хлам Дело в том Что у всех Саппортов У Инженера Тоже уже Боты Есть И это Трое Ботинок Против Ничего Три ботинка Очень решают На трипле Очень Сильный Как Как ты Подставил Севердейм На моей Практике Терпящий Марактис Он ничего Не делает Ну конечно У него Лейт Потенциал Никакого Нету Он Именно Вся Его Полезность В Мид Гейт Ну он Такой же Паблус Как и Паблус Собственно Ну Паблус Может По керри Ну да Керри потенциала Конечно Керри Больше Но я имею Максимум Эффективности Достигается Именно В процессе Если Он Не проявит Себя До 20 Минуты То он Уже Себя Никогда Не проявит Во первых Ему Фармить Нечем Особо Да Там ГПМ Разогнать Ну да Это в любом случае Там какие-то Стимбуцы Базил Батарейка ПК Все На этом Его потенциал Особо Заканчивается В основном И в этой игре Он похоже Это все Либо не купит Либо купит Нескоро Начали Джейкей Очень неплохо Трипла Оправдала себя На 100% Хага выигрывает Бабблс Лайн Пока что Так У нее проблемы Бабблс Очень сильно ошибся Ульта Не вовремя Потому что Это не ИСа ИСа бы сейчас Охохо Я не уверен Что Не делал Ну ИСа Хороший Бабблс И Просто знает Что если Бабблс Должен выигрывать У Хаги То надо Начать этим Пользоваться Собственно Это Простая Достаточно Логика Что там У нас Равинора Ну Кстати аналогичный Парм С ДРом В принципе У него Ну Шейди Кстати Посильниче Вообще Не дает Скиллов Никаких Вот ДР уже Шестой Левел Конечно Теперь Драться С ним Равинору Хоть Какой-то Шанс Убить Репульсора Вообще Пропал Но Шейди Вообще Очень Осторожно Очень Вообще Скиллы Не давал Хотя Он Не Он Пару Распытался Болом Попасть Но На расстоянии Тяжело Попасть Дирижабль Он медленно Ах До фикса Я помню Этот Дирижабль Ну До того Как его Ускорили Практически В два раза Ну да Он вообще Летел Вообще Печаль Вокруг Него Можно Было Пробежаться Собственно Это был Не Дирижабль А Автобус И Карл Ну да Поломанный При этом Сюда Поломанный Да Трипла Уже Конечно Вообще Там Хаммер С ПТ Тут Уже Ребята Боят Не знаю Что делать Сейчас В этом Очень Крепкая Трипла Даже Не знаю Что Малу Не Дело В том Что Саппорты Итцов Отсюда Уйдут Настолько Слабыми Ну Может Будет Хага Перевернется Зря Нельзя Давить По Марак Будет Тепка Маракс Попадает По Хаммеру ТП И Равино Попадает Дальтапланом Уберет Ох Задавили Очень Зря Выживает Еще Маракс И Сейчас Умрет Еще Пиро Умрет Однозначно Он Никуда Не Тут Тут Уже И Хага Сюда Пришла Да Тут Уже Инженер Выжилит 2 1 Кстати Так От Дальтаплана Чисто Зависит Не Все Убьют Инженера А Не Мне кажется Надо Было Дождаться Блинка Хаги Да После Замедлай Кидать Умм Да Стоп Ну Тоже Давить Сильно Нельзя Нельзя Маракс Давить Зачем Паталом Вы Выигрываете Фарми Лентал Понятно Дайвинг Продолжается Ребята Вообще Очень Не оттуда Задайвят Так С другого Места Ну Он Вообще Хорошо Играет У него Есть Проблема Небольшая Он Передайвливает Нет У него Кнопки Стоп Ну Да Типа Осторожности Добавить Было Неплохо А так Он Действительно Неплох Еще Одна Пауза От Хеллборна 4 2 Пока Не Критично Все Это Но Начали Итси Откровенно Просев Именно В изилайне Ребут Писи Для Шейди И Кстати Шейди Вообще Игрок Джейкеев В прошлом Ошибаюсь Так Ну Тепок Много Накупили Конечно Итси Вверх Сейчас Слетали Хотя Б Получили 2 Кила Очень Важные Потому Что До Этого Ситуация С Пустым Совершенно Пулом Киллов Совсем Грустновато Выглядела Сейчас Неплохо Еще И Для Мидера Шейди Сразу Даже Более Мень Почему Бабулк Никак Не Агрейдировал Приятного Аппетита Павел На печеньку За это Что Подобно Бабулк Почему Никак Не Агрейдировал Может Пустой Был Мы Не Смотрели На Его Линию Может У него Что Не Хватало Хотя Полная Банка И Достаточно Много Сейчас У Него Пойманы Но Слотов Нет Извините А ну Серьезно Я шучу А еще Батарейка На Соловании Но Это Все Лишнее Это 200 Голды Батарейка Против Хаги Серьезно Солов Солов Он Еще Если Абгрейдинг Он Пт Сейчас Скоро Купит Хорошо Но Именно Эту Пт Купит За счет Того Что Хага На Топ Тепнулась А потом На Базу Побежала Пешака Это Дало Бабулк При Пофармить Несколько Крепов Найл Переконтролить Бабулк Все Переконтролил Тем временем В лайн Фазе Это Было Хорошо В принципе Его Только Догнал Покрепов Там 38 Получил Но Хага Уже Пропустила Три Почти Крепов Ну Это Тоже Пало Сразу Видно Стрим Пал А Че Смотреть А Что Он Имеется Ввиду Чтобы Это Варда Не запалили И Это Уже К сожалению Никак Почему То Все Думают Что Если Стрим Остановить То Что Это Помогает Невозможно Это Невозможно Как Можно Сделать То Что В Прошлом Скажем Так Мы Это Уже Все Застримили Варда Варда Есть У Джек Кейфу И Ну В принципе Они Все Так Достаточно Обвис Кроме Гордого Варда Который Блочит Пул Якобы Там Неплохой Варда В принципе Я думаю Вайн Варда Да Да Хороший Логичный Особенно В трипле Вполне Логичный Он Им Сильно Не Помог Только Что Потому Что Они Все Рано У Нев Болезнь Дайвинга Именно Это Болезнь Очень Многих Команд Именно Чувство Когда Надо Остановиться Тем Более Трипла Понятно Что Сюда Будут Портиться Там И Равино И Хага Конечно Сильно Передавили Марк Если бы Этого Не было Сейчас Дальше Ровно Продолжалось Хаммер Дальше Так И Фармил На Фрифарме Ну Да Это Девятая Минута ПК Был Так Небуд 700 Копеек Даже Немножко Ментал Просил Шестого Левела Тоже Нет Возможно Сейчас Еще И Маракс Уже Левела Раньше Получит Это И Вообще Его Теперь Задавить Будет Просто Нереально Хотя На самом деле Пермайнсер С Инженером Очень Неплохо Получает Экспу На Удивление И Скоро Энджи Возможно Даже Шестой Возьмет Тогда Конечно От Шестым Можно Давить Потому Что Идут Если Ее Да Ловят То Она Уже И Не Живет Она Очень Мягкая Можно Сказать Даже Практически На Всех Стадиях Игры Она Не Очень Плотная Потому Что Ну Деф Итем И На Не Сильно Хочется Собирать Ну Даже Пока На Красных Ботинках Ну Вот Баблсом С Лобовами Баблсов Ну Когда соберутся Жейкей Там Допустим Минут через пять Если это произойдет Да В тимфайте То С каким-нибудь Десятым Левелом Баблса Или девятым Это будет Такая тонна Дэмеджа У них Ну У Жейкеев Будет Намного Больше Дэмеджа Причем Долгое Время Тут Хеллборную Конкретно Надо ПК Намаракс Конкретно ПК Намаракс Хотя бы Иначе У них Вообще Потом Желательно ПК И на шейде Тоже Ботинки На саппортах Равинор Без Порталкея Вообще Ничего Не делает Он Настолько Жестко Нужен Порталкея Он Не догонит Не бьет Он очень Нужен Порталкея А в этой Игре Ему Еще И БКБ Горит Просто Пылает Собственно Все Так же Мы ждем Возвращения Пацана Что это Даст Но Либо Сейчас Вдруг Там Равинора Я конечно Открыл Вкладку Это Все Не Оправдалось Раз Надеждой Но Если Было Там 550 Да То Я Верю В Какой Там Камбэк В ближайшее Время ГП В смысле ГП Но Он Кстати Очень Сильно На Топе Поднял Полтине ГП Ну И Общий Денег Заработал Немножко Не знаю Что он Купил Должны Были Должен Был Купить После Купки Должны 300 Есть На ТП Что-то Долго От Возвращается Ну PC Ребут Это Что Вообще Может Лагало Ну Не знаю Как Он На Топе Шар Был Такой Четкий Вроде Не лагало По реакции Пошло Уже Возвращается Тут Перед игрой Писала Одна И Другая Команда Что В принципе Им Сильвери Вольгот Не играть Ну Да Там Так-то Денег Легче Выграть Причем Куда Легче Причем Там Приз Первый Даже Очень Неплохой По сути Просто Шансы Выигрыша Первого Места В Сильвере И Аналогичного Приза Допустим Третьего Места В Галде В Галде Конечно Надо За него Просто Кровью И потом Я бы Так Сказал Чего Только Групповые Страсти Строили Да Да Ну Вообще Всем бы Сейчас Неплохо Припотеть Учитывая То Что Вообще Сезон Глобально Говоря Этого Хонтура Будет Заканчиваться Как бы Грандфиналами В Таиланде И Я Подскажу Что Немало Будет Значить Роли Рейтинговая Система Хонтуре Спорт Голина Руслыш Хонтур Там Справа Есть Рейтинга И Вот Там Видно Что Керцев 4 тысячи Баллов У Свагов 3 Ну И Те Кто Ничего Не Займут Они Соответственно В этой Сеточке Уедут Вниз А Чем Дальше Ты От Первого Места Тем Шанс Твою Собственно Понижается Продолжить Свой Крейсер Поход И Реально Побеждать В чем То Ну Мы Продолжили Шейди Купил Все Тимбутцы Тимбутцы Полно Это Круто Конечно Так Ну Репульсер Понятно Это Арканчик Это Будет На Икону Выход Такой Очень Удобный Да Очень Классный Путь Собирается Вообще Икона Собирается Бесподобно Это Ну Я Не Знаю Мне Тер Хочется Только Персами Играть Кому То На Канает Ну Собственно Их Не Так И Много Но С Другой Стороны Если Очень Хотеть То Не Так И Мало Вот Ну Репульсер Как раз Один Из Тех Персонажей Которым У нас Сверх Она Это Мне Кажется Топ Один И Я Даже Лучше Придумать Не Могу Единственное Чтобы Было Лучше Это Старый Сайлент Да Возможно Слишком Он Без Шансов Ну Именно Со Старым За Счет Plus Damage Собственно Его Всегда В ТММе Собирали Первым И Потом Чудеса Ну Да Сейчас Потом После Нерф Сайлент Стала Популярная Линка Но Сейчас Понятное Дело Икона Ну Репульсер Кстати Взял Диген И Как Мы Знаем Репульсер С Регеном Страшная Штука Да Это Вообще Конечно Неприятная Вещь Так Тут Хага Хага О Хага Сейчас Оно Блинкнется Туда Продолжит Репульсер Вердрим Неплохо Неплохо Очень Хорошо Понимает Нельзя Блинкаться Да Нельзя Блинкаться Наоборот Ближе Начал Притираться Туда К Равенору Как Б Но Можно Давить Репульсером Можно Потому Что Именно Можно От Всего Увернуться Это Шел Просто Ну Особенно Не потерять Ничего Так Что Ну Баблус Конечно Уже Доминирует После Такого Буста Со Стимбутцами У Хаги Мне кажется Прямо Сейчас Можно Под Тауэром Забирать Да Не Фулл ХП Там Вообще 500 Жизни 500 Жизни На Трис Тем Более Баблус Без Тейкавера Можно Ульту Ставить И Фол Наверное Стиво Топе Какие Тэпка Для Хаги Это Как раз Чтобы Прилетить Вверх Инженер Пытается Отмахнуться Кега И Попадает Даже Благодаря Этому Продолжение Никакого Не последует А Хага То Уже Здесь Ой Как Она Кстати Там Шеди Въехал Ничего Так Репульсера Но К сожалению Репульсера Реген И он Сейчас Полетит На стол Регене Так Тут Шеди Поджимает Тут Есть Варт Уйцов Они Сейчас В коробке О Проблемы Уже Равинор Умрет Однозначно Ничего Не успеет Репульсер На Регене Остается Ну я же Говорю Репульсер Такой Пацан Которому Вообще Ничего Не страшно Хороший Ультат Нет Хаги Не очень У Хаги Проблемы Да Умирает Продолжение Продолжит По репульсеру Репульсер Умирает Однозначно Но тут Баблс Как бы Не Репульсера Должен Триплкил Для Баблса И конечно Это Очень серьезно Снова Замораживает Вариант Камбэк На Сайдсам Ну и 360 ГП Вместе У него Репульсера У Хеллборна До сих пор Нет ни одного 300 ГП Товарища И конечно Сейчас Тимфайт Подставил им Еще больше Палах в колеса На тему победы В этой игре Как решают Да 1500 Стунов Ну причем Из них Все ОЕшные Кроме Репульсера Как неудобен Маракс Без ничего Да Да Все ОЕшные Еще и Понимаешь Прокает Просто То что Инженер Левела Классного По сути Если по нему Сейчас 6 Не было Ну да Все было по другому Конечно Ну у NG Тем более Вообще Большая батарейка И стимбутсы В сборе Ничего себе Такое А вот у Хаки Проблемы Очень серьезные Заберут Заберут Длительный Дизейбл Такое все-таки От репульсера Второго скилла Я скажу так Что Хака Вообще Здесь не жилет Потому что Против репульсера И баблса У него вообще Никаких шансов Вверху Снова въезд по владе И снова фраг Шесть с половиной Уже У команды Легиона Преимущество Очень серьезно Выигрывает Сейчас команда JK Причем Я хочу Ну отметить То что Они как-то На оверпике Просто играют И они Не то чтобы Сильно Перепикали Но перепик Вот именно За счет Этого непонятного Мараксуса Я не знаю Зачем В него Айцы Врезались В него Не брали Никогда По сути Им только Зилыч Я не знаю Вообще На зрение Только Зилыч Сейчас играет Мараксуса Больше Его никто Не берет Там дабл Митя Он не очень Тихо Куда его Ставят Чтобы он фарм Получал А фарма Ему кстати Надо немало Немало Судя Ну как и всем Но вопрос Эффективности Спорный Репа выжил Да Репа выжил На мидллайне Бабус Пытался Разножиться По луне Может быть Что-то Не получится Применить Лол Живой У него Портал Кей Он тоже Точно Уйдет И Энджи Имеет возможность Поставить Лльту И ставит Ее Равиноры Заберут Равиноры Точно Забирают Но хотя бы Хотя бы Прохнула Бабус Лол Аха Бабус Высунулся Высунулся Из крипов Да Прохнула Молния Это вообще Лол Конечно Именно На последнем Тиком Вот она Прошла Через всю Бачку Крипов И последним Тиком Она 125 демо Жас Не Выходит Да Это Ну тогда Ладно Шейди Все-таки Получил Даблкил Благодаря Специфическому Дайву И забрал Бабуса Что важнее Всего Поскольку Он был Топ ГПМ В своей Команде На самом Деле Это Очень Неплохо Он до сих Парз Топ ГПМ Будучи Даже Мертвым Вот Репа Обогнал Так Ну Вообще Сейчас Очень Печально Спрошу На Хаммере ПК На Бабус И Супер Ранний ПК 13 минута Бабус Бабус ПТ Кабанка И Портал Кейс И собственно Репульсера Уже есть Хорошие Итемы Чтобы Там Летать И Тоже Делать Что-то Ветер Какой-то Сейчас Равинор По сути Должен Сейчас Дыхать Можно Дайвить Можно И будут Есть Есть Равинор Продолжение Репульсера Контроль НЖ Нужно Все Наверное Дать Ну Чуть Опоздал С пушечкой Ну Ладно Хватило Все Равно Ребят Тут Сильных Много Сейчас Еще Ринг Сорсери Неплохо Пригождается Хаммеру Хаги Хастана Хаги Нечем Ее Типануть Ну Кстати Впритык Я тебе скажу Он сейчас Блинкнулся Впритык Ну Бабус Ульту Зажал На самом Деле Я Скажу Так Непонятно Почему Да Угу Там Ульта КД Сколько 60 Секунд Очень Небольшой Да И Важные Фраги Фраг Всегда Важнее Так Скажем Да Да Это Не Ульта Темп А И ульту Темпов Я бы Не Жал Даже На Одного Главное Убить Ну Горан Скоро Конечно Багажка Что-то Психанул Там Да Овер Блинкнулся Ну Да Это Как Я Залетел Я Здесь Я Залетел Все нормально Ну Кстати Жокие Правильно Делают Они Сейчас Собираются У них Есть Все Для Этого Кто Там Формит Хага Не Страшно Вообще Вообще Time To Train Просто Нон Стоп Влетел Притянул Кил Где-то Унюхал Получил Кучу Регена Полетел Дальше Бабус Или крипов Че они Делали Вообще Не пойму Ну И Типа Сплит Ну Или Чтобы Как-то Подраться Хага Поддалась Они Свидят GP Все Сплитают Там Дальше Здесь Три Влетайте Равинора Забрайте Внизу Репульс Рабус Забрали Хагу Ну Хорош Тоже План Одно Радует Что Равинор Как бы Ну Прилывали Хотя Б Хоть И Без Фарма Особого Но И Тим У Него Таких Чтоб Подраться Есть А Дальше Хорт Окей Появится Ну В принципе Для въезда Он Неудобен Большой Батареей На 15 Как Заюзает Заряд 200 ХП 150 Что-то Равинор Подставляется Сейчас Выглядело Как Байт Но По факту Нокий Развел На пару Скиллов И то Неплохо Бабус Снова Жмет А Нет Все-таки Ставит Есть Равинор Равинор Должен умирать Хаммерсторм Делает Враг Для своей команды Сразу Куча ТП Но Ну Кстати Хаммера Должен зацепить Хотя Батарейка На 6 На стан Еще Будет Достаточно Ага Умирает Все-таки Умирает Умирает Хаммер Репульсер Здесь уже Не остановится Это Просто Машина Луна Сейчас Еще Умрет Да Чем Опять Икону Ему Буз Опять Икона Да Ну Бабус Выживает Дальше Ничего Не будет Но Слишком Уже Слишком Хорошо Все Уисы 407 Огромнейший Фарм 400 Плюс Тейкавер Неплохо Хороший Дирижабль Причем По такой Траектории Добьют Нет По неудобной Очень Два Милишника Неудобно Добивать Не Не Вышло 18 7 Он Будет На голову Кузова Да Походу Сразу Будет Такая Печаль Ну Хотя Бо Что Я думаю Владе Спрашивал Пацаны Что Делать Ну Да Им Нужен По сути Это Наверное Единственный Шанс Быстренький По сути Мне кажется Он сейчас Дождется Как раз На базе Ну 5 Секунд Ну Без ПТ Это Печаль У него Вообще Проблема Мараксус Османа А там ПТ Можно Как-то Переключить Батарейка На 6 То есть Че-то Какой-то Небольшой Пул Маны Добавляет Виртуально Ну А что Уж Делать Какие-то Вряды Ну И все-таки 11 Левел Все-таки Плюсы Никто Не отменял Поэтому Имеет Он 33 Инты И Это Дает 430 Маны Ну На Фул Заезд Хватит Как бы Один И Если Этот Один Фул Заезд Будет Неплох Вот Он Байтит Скажу Еще Такое Что На Хагу Тоже Байтит Неблагодарная Вещь Могут Забайтить Так Что Хага Клеит До Того Как Марак Ждем Именно Этого События Мы ждем Здесь Уже Бабус Который На Этот Байт Ведется Передумали Глубоко Сильно Байт Тоже Никто Не Хочет Не Ну Правильно Мне Интересно Исуня Че Выберите Да Я Хотя Бо Этим Фрагом Для Влади Хоть Что То Ой Ну Это Так Тут Фамер Ну Кстати Так По Варду Он Так По Варду Бегает Да Точно Прям Крут Крут Вот Мне Кажется Ну Репульсер Купит Нет Он Что Купил Не БКБ Наверное Ну Хигса Писала Блин Не То Ну Не Знаю Сайму Классно Но Лучше Сайл Куда Лучше Сайл Ну Маракс Неплохо Ягл Балабусу Придаться Продолжать Равенор И Пауэр Троум Ребята Его Забирают Ну Хоть Что То Равенор Наверное Не Будет А Нет Смотри Живой Пока Что Живучий У него Очень Хорошие Итемы Для Выживания Уже Два Фрага Есть Ну Сильно Эта Картину Отрыва Не Меняли Основных То Персонажей Не Убивают А Хотя Бабусу Бабусу Забрали Ну Сразу Так Ну Равенора Сейчас Что ВКБ На работу Выходил Равенора Сейчас Что Там 270 ГПМ Если Будет Выходить То Не Быстро Блин ГПМ Такие Печальные Вообще Что-то Они На этом Турнире Без Лаванстав Вообще Расклеились Они Просто Проигрывают Все Лаймы Причем Во всех Матчапах Во всех Матчапах Въезд По Мастеру Армсу Получил Даже Исас Истик Он Уже Вышел Заработал Это Хигса Будет Ты Видишь Да Хигса Я Видел Я Горел Что Луч Сал Наверное Хигса Тоже Классно Ну да Хигса Никогда лишний Не бывает Хигса Никогда лишний Причем Это Итем Который Можно На любого Аперсас Да Даже На киле Как Впрочем И Сайлент Просто Сайлент Сдеро Дает Целую Кучу Демеджа С руки И Атак Спит Ну Важно Показать Он же Тоже Такой Как Керри Причем С руки Он Так Неслабо Бьет Показатели Сайлент Сайлент Классно Обык Пересмотрен БКБшку Будет Собирать Или Показатели Наверное БКБшку Мне кажется Что он Уже Купил Топор Ну Если Купил Топор Тогда Еще Хоть Как Но Если Не Купил То Совсем ой-ой но я тебе хочу сказать что паш 280 20 он за все 5 600 он заработал за всю игру типа нет это все его деньги я понял и соответственно батарейка стимы и накидка это уже банка тп это уже 3 как то вот наверное нет наверное не купил он еще ничего блеск с арканой да да мастер ланс и ринга сорсерей это для мараксу с фазами ну да наверное это как раз я не знаю что это за решение батарейка и ринга сорсерей это как раз виртуальный монобачок мараксуса ходит да рядом моа аватарку чуть чуть повыше бы сделали и он бы был красивый а так он как совсем он на чужого не похож въезд по бабусу по бабу и собственно а у него ничего нету кстати а у тебя заходят тупо ставят нет кто тут уже да он умрет ничего он не поставит окей второй раз забрали благодаря пкшке второй раз какой красивый равенор да с этими эффектами когда вся коллекция когда вся когда мне тоже так он нравится с головой с ногами горячими щит просто сумасшедший красивый да ну кстати у муа я тоже вообще восторгаюсь от зеленки она у нас очень красивая и анимация ульты очень красивая ну классно он говорит я не знаю еще особо не играл но я сегодня поиграл на мунке именно эстетическое удовольствие по крайней мере у меня получилось ну а как тебя анимат ну красивый ну паша с моим казахтелекомом а ну понятно ну блин аниматься неудобно я не смог оценить объективно я вот специально играл сегодня на мунке новой и на мунке принт ну вообще моя любимая аватарка принц до этой но принц и красивый и удобный а это но это красивее мне она так еще нравится она очень объемная аватарка у него плащ такой здоровый получается и она вот сзади ну объемная такая большая ну красивая просто аж до боли так будет ли пробовать хагар соло пиромансера забрать я вот туда же и смотрю думаю что может если ты флешница какой-нибудь др ну тут мура есть а увидели мараксу а на чем? не, 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 не увидели не увидели? пиро неосторожно не, не увидели а не, ну все, это смят ну вдвоем не сложно инженер бы его никак не заставил причем на лике уже есть табличка равенорчик точно умирает на мидлайне от троих три основных керрика мандельона да, да, да собственно, ты знаешь, это будет хексана бабов и хексана репульсери это будет полный алисон будет очень в тимфайте не хватать активных ребят двух ребят да, очень не и так проблемы как бы ну, сказать то, что как бы вот что у хеллборна там в тимфайте дэмэджа мало ну нет, немало хватает дэмэдж я лун наш такой еще неплохой дэмэдж гилер в принципе, да но именно проблема с тем, что и ци проиграли практически все лайм ну вот и да юрлигейм вообще они проиграли триплу, чем хага, которая в принципе неплохо на харде стояла да, она туда три раза, по-моему, тп шнулась и только один раз положили да, один раз поддало что-то собственно, потом, когда она уже вернулась на свой лайм, там у бабу, ну, птшка уже суловая была и он ее на два левела обогнал, так что ну, и сеныч взял уже взял уже мастер риса как-то и ци не прочли, что ли, что трипла, там уже вообще это видно ну, это вообще с самого начала было понятно ну, вряд ли ДР у саппорт пойдет, да, саппорт на лайм он вообще нафиг не должен ДР, это, наверное, самая левела зависимая герой не, бабул сам наверное, да ну, ДР очень левела зависимая герой, он вообще саппорт сам не должен так же, как и Дампир, например, предпочел бы стоять лучше без саппорта ну да, с лесником только на килы и все ну да, да, да о ну, окей, пока Равинор, пока Мораксус хотя бы лайтбрендик на хаге это хоть что-то для яйцов учитывая начальную ситуацию мы, в общем, даже видим, что ребята все-таки что-то делают и варианты пока не потеряны ну, они держат а вот эти десять тысяч, как бы, они не дают больше да, было даже больше было десять тысяч, да было больше, двенадцать ну, вот этот репульсер, что с ним делать, вообще непонятно двенадцать зарядов, хикса хикса, кстати, быстро получилось, двадцать шестая минута это ж очень быстро хикен на хамере, кстати а луна умирает вообще просто еди куча дэмэджа, да, припульс ага, вот так вообще вверху тем временем ребята забрали хамера, но умерли вдвоем но втроем умерли вдвоем, да, вдвоем ревенор и хагл даблкил но они забрали хамера и за хамера видно бкб не долетел не долетел, летел, кстати, уже вот если бы долетел, и что бы хамер вышел ну там все, задули сразу репа, въезд по блесу тоже, до свидания репульсер все уже, киллер машина если он будет кого-то видеть от него уже не уйти тем более там с линько с хейпсой, прошу прощения там, сколько у него? 23 пассивно, 50 подыконы 23 монорегена причем и монобак такой уже, что можно полкарты в принципе пролететь, а если он пролетит полкарты то и в точку назначения попадется луна и моа они сразу будут ну кстати он похоже шранкин будет брать ну нужен ему шранкин он если впрочем если он попадет там под стуны под фокус он может склеить хотя хп бар у него неплохой такой 2 тонны но 12 гена немало но могут склеить есть дэмэш под зеленкой, под луной одного зачинить даже могут в принципе вообще ничего не дают сделать Маракш если въедет и дальше остальные пойдут то уж есть варианты ну правда Аркана от Глесса, он всем тебя радует конечно покажу, что у Хаги никакой вообще дизейблайтемов нет и не предвидится только книжка сейчас появится и все просто против репы ну аж кричащих из лаврова причем даже хексом его не от ну очень мало времени все ну сала дальше дольше да да сала дольше сала дальше и дольше так хаммер хаммер байтит да и ждет и боится хекса приближает неплохо там 800 примерно осталось так а вот и Хагас сейчас в опасности нет нет репульсер фармит дальше что он там бкб собирает да? да 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 ну с бкб это уже будет ну вот уже Вархаммер и Майтиблейд сейчас есть а это уже осталось все Вархаммер уже есть, Майтиблейд еще нет ну вот еще рецепт ну вот еще осталось 1200 да 1100 даже очень быстро он сейчас купит особенно сейчас можно даже он Мараксуса пойти забрать тоже бизблейд , это 500 на Репульсе и вообще крючка репульсер как разгр milliseconds саргоняет эээээа не, Маракс хочет 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 по дульсой живет, кстати, Марат. Надо луту забирать. А, нет, там вообще кто-то тп. Хиксу. В смысле, курицу я хотел сказать. Хиксу, что? Что с ним делать с этим репульсом? Он уже на миде. Банку можно продавать, она уже полезна. Ну, вот, наверное, ее он на бакбашку и поменяет. Да, девятнадцатый левел. Репульсер. Неприятный. Въезд по Хаммеру! Неплохой такой въезд! Вышел Хаммер! Нет, умрет зеленка. Репа хочет продолжать и даже, в принципе, может, Хагу должен заберет? Заберет или не заберет? Моауль бафнул на нее ульту, но все-таки это смерть. Зацепили еще ульту инженера Мастера Анас. Мастера Анас тоже умирает промах станом от Мараксуса. Если бы это заметил Иса, то, наверное, мог бы даже еще и продолжить по Мараксусу. Как все с Равинора не хватило в тимфайте. Кстати, он с Протал Кеем. Да, с ПК и почти БКВ. Равинора, я скажу сразу, я убедился уже, что то же самое. Если не пошло, уже... Керриан никакой, да. Вообще, лейтгейм. Только Snowball only. Его только чистый Сноу. Он даже фармит очень вяло. Я скажу, что у Пеблз куда лучше фармить. У Пеблз есть чудо-тос, который наносит кучу дэмэджа и кулдаун всего 10 секунд, и моноко 120. Фармить им более чем приятно. Вот. А Равинора фармить по сути нечем. Он фармит только за счет затраты очень большой мана затраты и хп. Ну да, он хоть как-то фармит только с лайтбрендом. Мараксус потерял ульту, по нему въезжает. Пытается с этим асерансом. Равинор наконец присоединился. И очень не слабо, кстати, пилит Бабуса, но, но, но... Пока живой, покажу. Убить Репульсера, убить, словить, словить, убить, тыкать, еще тычку. Есть! Фраг для Хеллбор, но очень ценный Репульсер 625 приносит Эвердриму. А вот вопрос, где вся остальная команда? Вопрос, почему Иса юзнул БКБ в самом конце файта, а не в начале? Мне кажется, он не на тот слот его поставил. Да, может нажимал не ту кнопку, да. Или не понял, что уже прилетело на что-то. У меня вообще только три активных слота, допустим. У меня на мышке три кнопки дополнительные. И я только три слота юзаю. Остальное я юзаю так, нажатием левого клика. Поэтому больше чем с тремя активными айтемами мне неудобно, например. Может он положил не тот слот, допустим. и клацал, а на самом деле переключал ПТ. Вторая Хикса есть. Что что? Вторая Хикса появилась у Легиона. На Бабблсе Хикса тоже. На Бабблсе Хикса есть, но он не очень живый. Ничего такого для выживания. Ну Бабблс это вообще сама ходячее выживание, по сути. Как любит говорить Рейнджер, когда выживет, в пятерых влетает, одного забирает, упрыгивает Бабблсом. Говорит, потому что я Бабблс, а вы нет. Ха-ха-ха. Бабблс неприятно. А мы кстати с Максом тоже много обсуждали Бабблса. Бабблс. Корили его, когда против нас он играл, что он вообще такой ужасный этот герой. Фокусить неудобно. Когда ты и кавер на четыре, уже две с половиной секунды сидит этот Панцирь, блин, и стоишь на него смотришь. Да, ничего нельзя сделать. Ну, Равенор, кстати, почти купил БКБшку. После этих событий всех. И с БКБшкой Равенора и с БКБшкой Хаги, которая потихонечку приближается. И Цы еще все могут перевернуть. Не знаю, насчет прям перевернуть все-таки. Но будет чем, я скажу так. Будет, хотя бы да, будет чем. Ну, то есть, если JK допустит ошибку, то будет чем уже там бэкнуться, да. Вот так правильно сказать. Да, потому что вообще Хаммер больше, чем Мараксус. Больше, чем Равенор. Репульсер больше, чем Хага. Однозначно будет. Ну, и Баблус там тоже с кем-то можно его сравнить. То есть, у Легиона все вроде как лучше. Но... Так и Цы держат ситуацию, что одна-две ошибки, и игру они в состоянии будут выиграть. Я вообще вот не люблю вот эта ИЦовская именно фишка тянуть. Ну, кстати, они частенько, на моей памяти, проигрывают у Легиона, а потом вытягивают лейту. Частенько реально. Да, но они вот это вот затягивают очень сильно. В ожидании на ошибку оппонента. Да, это их право. Но иногда это через черт. То есть, вот сейчас понятно, да. Ну, очень важная игра. Есть игры, которые... Очень важная игра. Я напомню, кто к нам недавно присоединился. Из этой игры одна из команд выйдет продолжателем части в Хонтуре, а вторая уже покинет. Ну, во-первых, вообще ИЦам как бы не... Как сказать правильно? Ну, в Сильвер попадать как-то... Не Камильфо. Да, да. Слово не могу подобрать. Не авторитетно. Как бы вообще вылететь из голды, конечно, для них специально. Ну, они очень подкосились. У них как-то лайны просто разобщились. По сути, Саня тоже так-то не мидер, да. А Влади очень хорошо на Харде играл, а ему сейчас присвоили роль. Ну, он на ней не очень справляется пока. Да, то он на Пести играл сейчас, на Мараксусе. Да, да, да. Ну, это просто, во-первых, это не Банши и Персы, как бы. Ну, он на Баус классно играет, на Варби Си, там, на Олбон, на Кипере. А тут ему дают этих мидеров. Не его. Ну, может, пока что, но эти эксперименты в голде, это всегда. Экспериментируйте на скримах? Да, да. А по сути, вообще, весь голд дивизион вообще никто не скримит. Крутые все. Крутые все. Вчера сваги пытались скримануть вас. Они так и не скриманулили. Так и не получилось, да. Да, Вася же говорил. Хотели, говорит, раз за год скримить и... Равинор, по-моему, зря сейчас юзну Шранкин. Ну, зато, кстати, Хаммера заберут. Да, Хаммера сдули. Ну, такие отдачи, как бы... Отдача за отдачей, отдача за отдачей. И, в конце концов, скажу то, что на Мараксусе появится Сайлент, да, и он все-таки... Кстати, вообще-то уже почти сейчас появится, и два Шранкина уже есть. Я за то, что все-таки он его даст в репульсера один раз. И это может перевернуть. А GK просто... Они на сноуболе преимущества. И теперь как-то обидно то, что они вот... Пропотели начальную стадию игры, а теперь как-то не мычат метели. Ну, вот это вот часто, знаешь, типа... Ощущение, хочется подольше побыть крутым. А сейчас уже, ну... А, вот оно теряется. Вот игра затянулась, остались те же самые десять тысяч, да, ну там, двенадцать, примерно. Хорошо. Но... На тридцать шестой минуте двенадцать тысяч, это не на двадцатой минуте. У них на девятой минуте было шесть с половиной. Да, да, да. Это вообще огромная примуще, сумасшедшая. На девятой минуте это сумасшедшая действительно примуще. Это, по сути, значит, что все а-лайны проигрывают. Правильно? Да, да. Еще и Таура начинает падать. А теперь вот Хага может драться с БКБшкой. Вообще, для них по БКБ вообще никаких угроз нет. Хаммер с руки еще не страшно. У него, ну... Да, не Бульварка... А, не, Бульварк появился вот только что, кстати. Бульварк появился, но он страшно станет, когда у него Кираса. Хотя будет у него атак спидать, сейчас маленькая. Он сделает одну-две тысяча. И весь обтак. А с Кираса он нанесет четыре. Это уже больно. Ну, ему еще какой-то демодж и там нужен. Бабус может, конечно, поставить ульту по всем. Может, да. Как нужно. Нужно в Хагу, Хекс. По варду идет Инженер. Да надо было цепить Бабус. Варду еще секунда, кстати, была ровно до конца варда там. А, он цепанул Маракус. Серьезно? Он такой. А, не, ну так убил. А, он так убил. Тут уже пирамантер с Портал Кейм. Кстати, ветра на пермантере это очень классное решение и правильное. Потому что ДР надо будет сейвить. Можно было до ПК даже. Не знаю зачем, да? Я понимаю, что ДР супермобильный. Я думаю, лишняя толкалка. Наверное. Так, а вот и конгор. И причем это будет конгор Битмаракус. У него есть байбэк. Но мне кажется, и цепь. Мне кажется, и цепь. Хоть они все видят, да? Там Хаммер зрева танчит. Да, там дальше. Равинор хотя бы Тауэр забрал. Вот, что выберет следующий Равинор? Интересно. Он пока байбэк оставил, конечно. У них с Хагой его бой их по две с половиной. У Хаги понятно, что Тауэр в следующий рейтинг. А Равинору не так. Что-нибудь покупать? Аватарка начинает красиветь. Это что он? ВКБшка, да? Это что-то появились. Очень крутая, конечно. Здесь Ветра напереки. Да, Ветра, классно. Тут Моа собрался Шранкен собирать? Похоже. Не, ну это такое решение. Лучше б он тоже Ветра сделал. Энурджайзер хорошо, Аркана. Не знаю, зачем такие деньги вкладывать. Ну, как бы для саппорта это очень существенное вложение. Ну, понятно, что Full Sub Domination, он сюда на вардах живет. Но, не знаю, Аркана для чего. Вот сейчас она уже по сути вообще не нужна. Вообще, да. Ну, вот из Моа нужно тоже пытаться что-то вырастить. На всякий случай. Пытаться хотя. Ну, фиг. Даже не знаю, если честно. Ну, что из него может получиться, да. Я такое как-то помню, блин. Тоже сидели 30 минут. 30 минут играли, играли. И получилось так, что Full Magic Damage. Там всякие хаги, магмусы. Ну, в пике, короче. И Моа был на саппорте. В общем, дотянули до того, что в противоположной команде появилось 4 шранкенхеда. Ну, и такие думаем. А теперь отдаем Моа фарм, и он становится из саппорта керри. А Моа говорит, вы что вообще с ума сошли? Я, говорит, 30 минут варды бегал ставить. А теперь мне надо тащить. А у него там страйдеры, большая батарея. И все как бы, да. Толкалка муж. Не, морковка еще. Не, ну это была шутка. Ну, просто иногда такое правда получается. Ну, наберете трейна полного, а там Тима дотерпит, соберет 5 бкбшек там или 4. И хочется очень Моа сделать керри из саппорта. Так, ну на репульсере уже немало такая сумма в Сбербанке лежит. Что он выберет, интересно, следующему этому? Линку может быть какой-нибудь. Вот, кстати, 0-шроу вот здесь именно отлично входит. Потому что, по сути, кроме сайлэнса, больше нечем сбить. Да. А Луна никогда в жизни до него не дотянется, правильно? Или Моа тот же. Ну, типа Хага первым скиллом, но это такая... Ну, это тоже, там пока анимация эта пройдет. Вот дело в том, что он для пульса уже 4 раза сможет улететь. Да, и причем на нул-стоун-то почти есть деньги уже. Да, да, да. Вот нул-стоун. Он ему и входит классно, кстати. Отлично. Барана и порезал палец. Это у меня тут в Казахстане скорее. Да? Тут все резаешь бараны. Ну, неправда, там же не деревня. Серьезно? Тут бараны везде, просто прям по улицах можно сказать. Зарежь этого, этого барана зарежь. Это как в Индии, коровы, да, везде? Не, ну тут кто-то мне недавно рассказывал, что машины смотрели покупать себе и открывают багажник, там есть багажник в крае. И никто не удивляется, все такое, ну баран живет, ну логично. А, баран. И все такие, ну да, нормально. И это тут действительно так и есть. Работа. Все действительно барана куда-то везут. Всегда. Это Сашка на миноре. Айс-брендик. Айс-брендик, ну да. Может Саша Яша, а может ФВС. ФВС тоже классно на нем сидит. Но доживет ли, доживут ли они? Потому что сейчас, мне кажется, вот уже сейчас пойдут кушать. Ну, через минутки-две. В принципе, я бы на ДРА купил нольстоун и уже пошел. Ну, может ИС они нольстоун купят. Ну, хотя нольстоун... А что, сало? В принципе. Ну, может сало, да. Ну, неудобно. Харкон. Харкон тоже классно. Кстати, да, на него харкон очень хорошо, но там просто шранки на парочку. Да, много шранки, да. Ну вот, ну так вообще, наверное, либо сало, либо линка самые такие явные варианты. Ну, лучше всего линка, надо поднять. Выживаемость. Он демед же и так... Ну, вот он именно копит на харкон. А, действительно, шранки на много. Ну, два шранки на самых основных. Ну, фишка СДРА в чем? Он уже может залететь за спину, убить сразу там МО, эту Аллуну. Правильно? Никто ж так не может. А потом снова вернутся в файл. Ну, Аллуна вообще никаких сопротивлений не окажет. Это убей меня полностью будет только. Если он залетит на неё. Ну, с мастерамцев чуть-чуть посложнее, но тоже. Диман, кстати, может нормально фармить на сапе, но вот именно вот в последнее время, вот именно в отсах, вообще у него это не получается. А, это МКБ. Савидж Мейз данный на репульсере. Вот такое решение. Не знаю даже, еб. Ну, оно странновато, оно как бы вообще прикольно, но я, учитывая то, что ребята парочку раз уже поддавались, достаточно бессмысленно, я бы так не рисковал. Ну, вообще, айтем класс, классный. Айтем классный, но это не рапира, по сути, да, он как бы останется при нём. Ну, мне кажется, ДР лучше вот 0 stone, а потом ещё харкон туда завести, ну чисто всё на инту, чтоб оно и дэмэдж им уж подымает. А, тут ДД. Вообще больно, конечно. Я икс 440. Ну, Хага занимается своим делом, она пушит, нормально. Тир 2 на тир 2, тех же 10 тысяч мы видим, по сути это сейчас не сильно много. Просто именно вот эти 10 тысяч, они все в репульсе. Ну да, от ближайшего конкурента в своей команде 140 гп, в разнице. Ну, собственно, видишь, Сэвэдж даёт возможность не эмиссовать по ХГ. Угу, угу, да, крутя, конечно. Дабл демажом надо начинать, мне кажется. Залететь там, включить шанкер, минус 2 сделать и улететь отсюда. Ну, 80% Тауэра он в соус, да? Дабл демон закончился. Тауэр совсем Тауэр. И есть ещё глиф. Таймили, интересно, токен. Не, ну токен ещё 3 минуты, это понятно. Таймили или не таймили, не сильно сейчас важно. Да, да, не важно совсем. Много долго. Я думал, может там минута осталась. Ого, Максус получил бассивочку от репульсора. Репульсора, правда, всё равно должны пытаться, по крайней мере. Нет, не получится. Не заберут даже репульсора. Лол, всё, демаж закончится. У Мараксуса ульты уворачиваются. Репульсор сам отдаёт, сам отдаёт токен просто. Выкуп Хаги, может быть, что-то зарешает. Хотя и не факт. Ммм, Хаммер даёт отличный стан в Равинора. Равинора забирает в Рачитхаг. После смерти еле и ублинкивается. Отходит обратно под фонтан. Репульсор уже всех тут дайвит без особых проблем. Триплкил элементал. Килочек для репульсора и однозначно линия. Равинор тоже выкуп, кстати, да. Выкупился и Хага Бэйбэйк. Второй раз. Как неприятно Абэй. Второй раз. Равинора выкупа больше нет. Это всё печально. Ну, Хага выкупилась, да, но толку вот этого, конечно. Ну, просто Равинор выкупился, умер, выкупился. Вот так вот только. Это печально. Ну, а Хага, по сути, выкупилась. А, умерла. Инстарь, ничего не сделав. И Фэйбэйк. Угу. Мы по ней въехали. На самом деле, конечно, Мараксус. Мараксус не смог блинкнуться. Понятно. Ну, блин, они займутся эти, там где-то посередине, да? Ну, да. Куда-то там. Ну, типа на зелёнке поймать репульсера хотели что-то сделать. Ну, вот опять же, опять же, позиционирование. Вот не мидер, Влад. Рапира. Рапира. Рапира набабулся. Не, он её продал. А продал сразу? Ну, нельзя, даже и сейчас. И Ци вообще играли, помню, с нами и без, вообще без того ров. Купер перепад. А, нет, с этим. С одним бараком Рэмжоу. Мм, да, помню, помню. Бабус покупает фигню и продаёт всё время. Семь тысяч денег. А, ну да. Класс. Молнии, кстати, можно, чё, я не против. Хороший. Шива. Окей. Всё-таки Шива. От кого? Вообще не знаю, зачем. Из всех айтемов, что он показал, самый глупый после фуры, по-моему. Вообще, нафиг не надо. После фуры просто вообще бессмысленно это. Шива. Ну, конечно, 26 армора это круто, но зачем? Вообще физикал дэмэджа нет. Именно вообще. Дефектантл хаммер. Да, Шива. Ну, даже не знаю. Ну, да, это. По сути, что не купишь, это всё хорошо из дорогих атомов. Нету плохих. Но именно вот Шива. Да, я же говорю, после фуры второй по бессмысленно. Пазлы можно было купить. Пазлы, даже дефы, даже, собственно, ФС. ФС очень хорошо. ФС тоже на бабус очень классно. Да, очень хорошо. Сальцо. Бабус ещё и жирный, это ж вообще бездак. Сальцо. Пожалуйста, почему нет. Да, можно и сало, пожалуйста. Так, на хаге 5000 байбэков. А, есть у него один байбэк. У него есть, его ушей нету. Ну, Dream может, да, фармить всё-таки рекалери. Не, он хороший, очень неплохой игрок, неплохой. Не знаю, в этом ту хай ту хвалят, но... Не, ну, я не скажу, что там божественный, там что-то делает, переворачивает, но игрок сильный, как бы, и играет стабильно всегда. Вот, ну... В принципе, стабильность, это да, и показатель есть, как бы, скилла, там, ну, и уровня. Ну да. Мо, купил Шранкин. Ничего не поменяется, я думаю. Не, ничего не поменяется. Фонт от этого Шранкина... Лучше бы он Витра купил и сейвил бы хагу. Вот это было куда полей. Хагу или Равинора, которого выкупов нет? Да. Так вот. А вот именно Шранкин хаг... Хигса на хаге в сборе. По сути, если он проживет лишние там несколько... А, вот... О-о-о-о! Удера проблемы с Сайловом подверг. И умрет! Его забрали! Да, будет выкупан. Я думаю, сразу сейчас выкупится. Выкупился уже. Тем временем, продолжение от Хеллборна, в принципе, неплохое. Но, ребята, Мараксуса уже потеряли. Хаммер Шторм сумасшедший. Дэвид Швэдэд Равинор умрет и не выкупится. Тут и без Репульсора уже, ребята, справляются. Мастер Уармс... К сожалению... Уже вредный он с Хирасой, конечно, очень. К сожалению, Шранкин хэд не сильно помог Мастеру Уармсу. Мастеру Уармсу. Не, Хага выжила же. И Хага выжила, она тоже Шаранку включила и Хаммер на нее нажал. Хаммер с Кирасой, это для него вообще самый лучший итем, который только можно прикинуть. Лучше итема для него нету как-то. Ну, сильнее всего бустит Хаммер именно Кираса. Только что такого дэмэджа Ментал раздал. Да, он там вообще... Ну, второй скил, распыление, это сумасшедшее. Вообще просто так нарезал. Жесть. Ну, по сути, Иса выкупился, да, прилетел сюда. Ну, пришел, да, на Алуну, так скажу. Да, ну, это как бы минус. Да, это минус игра. Мне кажется, что Ицы уже упадут. Да, я думаю, они с самого начала не верили в то, что победят в этой игре. Сейчас продолжают не верить. Хотя до сих пор как бы, ну, ну, сейчас уже после этого файта огромный все-таки разрыв. Ну, вот только что он был до файта был 16. Десятку ребята только что выиграли с этого пуша. И 16 это еще можно было работать. Можно было. Ну... Как хорошо только что ДРа... Я, если честно, думал, что сейчас Ицы выиграет файл. Я тоже думал, но Хаммер уже просто. Сумасшедший просто Хаммер. Ну, все-таки Раса и такого боя. Ой, боже, Хигса не затаймил. Зацепили, но не получится, да. Затаймил Хигсу. Не, не, не даблинкнул Самараксус до сала. И дальше уже пришлось не таймить. Понятно. Ну, еще в кустах бегал ДРа, но Вижена не было по нему, так же тоже. Ну, дэмэдж, кстати, уходит по нему неплохой. Да, Харм бьют больно. Вот этот Равинор, к которому в начале не пошло, вот он уже не очень как-то. Вот Хаммер с Кирасой, это аух, больно. А с этим он вообще Сенсанитариус, он вообще зверь. Ну да, сейчас он бегает 170, а все включит, это будет чипыристом. Он включит, будет видеть там 400, под 500, кстати, будет дамаж. 500, я думаю, нет, но я думаю, ровно 400. Санитария уже дает же там бейс-дамаж. Бейс-дамаж, да, понятно. Ну, ульта-то не в два раза, а хотя она получается... Плюс 150 процентов, да, то есть, в принципе, в больше, чем в два раза она увеличивает дамаж. В два с половиной раза, получается. Не, не в два с половиной, а в два и два. Ну что, в два с половиной? В два с половиной, но от бейса, от бейс-дамажа. Да, да, да. В случае Хаммера там достаточно много бейс-дамажа. Ну, ульта-то чистый бейс-дамаж. Хагу забрали. Ну вот, 385, Паш. Я же говорил, это 400. Он не включил, он не включил, он не включил. А, и Санитариус выключил, да. Чё ты... Опять не на то он спотел, держи. Наверное, да. Ну включи Санитариус, хоть посмотрим, Волк. Ну, он дает, 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 дает... Ну почему там, 460? 25, 25 он дает. 25, и Санитариус дает дамаж дополнительного. Ну и в случае... Вот, включил. 483, да. 483? Дафига. Это очень много. 500 дэмэджа по минус армору. И мы поздравляем команду Джейкей с тем, что они не смогли обыграть Ицов. Отправили их из этого турнира. А сами продолжат путь хоть и по лузер-брекету, но это все равно все еще здесь. В отличие от Иц, которые уже, к сожалению, после этой игры не с нами. 7-ое и 8-ое место узнали. Мы только что вчера команда КВАМ спихнула... Нет, КВАТа был бы 3, извините. Кого там выпихнули? Эвейка вчера выпихнули, да, на 8-ое место. Сегодня мы вот узнали, что Иц тоже 7-ое и 8-ое место. Нет, ну как бы тоже, 7-ое и 8-ое, там же нельзя сказать, что именно Эвейки, да, на 8-ое. Нет, это 7-ое и 8-ое, но одинаковые. Да, да. Одинаковые эти места, да. То есть, Эвейки отправляются опять своим незакрепленным составом. Я думаю, что в Сильвердивизионе у них будет опять новый состав, как бы. Они продадут Клантех, чтобы кто-то из ребят... Я же говорил, это киберспортивный туризм, типа, продаешь путевку, чтобы поиграть в Ханца на серьезном... Сильвердивизион, да? Ну, в общем-то, по результатам этого матча я хочу отдельный респект передать конкретно. И Симентал, ребята, красавцы. Очень хорошо сыграли. И, в принципе, все остальные, ну, наверное, неплохо, но вот именно благодаря этим двум ребятам игра была хорошо очень отыграна. Ну, это, конечно... Если честно, вот Зайцов, мне кажется, что вот Саня и Эвердрим только пытались что-то, ну... Хоть что-то. Хотели выиграть. Хотели именно выиграть. Вот только именно то. Ну, по сути, от Димана там, от Доминейшена сильно ничего не зависит, как бы он свою работу выполнял, да? А вот именно Блеск, вот Арканой своей, БКБшкой там, ну... И, конечно, садить Влади, блин, на Керри. Еще и на Мараксус этого, который... Еще и в триплу Мараксуса ставить, это вообще просто ужасно, конечно. Не знаю. Такие решения какие-то... Это изначально. Я не знаю, кстати, чье это было интересно, но... Ну, ребята все равно должны обсуждать все вместе. Хоть пикает и Дима, мне кажется, он не выключает скайп, да, и пикает. Все равно какие-то обсуждения есть, допустим, там, Саня говорит, я на Равино, или, может, сыграю, и так далее. Хотя, Саня не привержен с Равинора, допустим. Да, это не его выбор был, да. Далее, по-моему, Макаку какую-нибудь поставили по в триплу. Он бы там показал, как надо раскидывать саппортов и от в таких уворачиваться. Ну, например, я просто говорю, да. А так, взять, оставить Равинора против Репульсера в Миде, да, и Маракусов в триплу. Гц и сами себя обмануть. Перелайнапили. Да, и это стоило им, в общем-то, продолжение в Хонтуре. Не будут они претендовать ни на первое, ни на второе, ни на третье место в этом турнире больше. Ну, а джеки, мы желаем удачи. Пусть ребята хорошо продолжают все-таки победить. Это тоже не хухры-мухры. Хотя ребята и просели ИЦы сейчас, но все-таки команда Брэнд, так скажем, все еще силен. Ну, а мы тем временем уже продолжим с играми команды Дорн против команды Кэтс. Это уже будет Бест оф три. И это Виннер Брэкет. Это первый этап Виннер Брэкета, из которого сейчас по результатам этого Б3 кто-то упадет в лузеров. Сегодня же будет совершенно фантастическая игра победителя вот этой встречи против команды Квам. Это финал Виннеров. В принципе, очень уже, ну, почти самая глубокая стадия турнира. До гранд-финалов, собственно, мы узнаем сегодня, кто же будет первым гранд-финалистом, кто будет защищать и пытаться выиграть первое или второе, собственно говоря, место. Оставайтесь с нами, мы уже Дорн Кэтс сейчас будем смотреть.